Всем привет! С вами снова Егоренков Михаил. Как всегда, после прошедшего турнира, уикенда, подвожу краткий итог по ставкам. Что зашло, что не зашло, почему склонился в сторону того бойца или иного решения, ну и что нас в целом ожидает по политике сообщества, какие-то анонсы на этот месяц и на последующие. Поэтому давайте начнем по порядку. Как всегда, сразу же после Турика выкладываю пост, в котором публикую скриншот со ставками. Ну а более подробно расскажу уже именно по истории ставок. Собственно, вот мой аккаунт на париматче, который я там всем показываю, который мне конкретно отведен для этих ставок. Сами видите, присутствуют те ставки, которые не зашли, которые зашли, там лайф и все остальное. Так, ну давайте начнем по порядку. Вот, собственно, с чего у нас там сегодня все началось. Вот, первая ставка на этот турнир. Двойник победы Кертиса Блейдса и Энтони Гамильтона. Ну, по этой ставке что можно сказать? Кертис Блейдс, как и ожидаемо было, вполне абсолютно подтвердил все свои скиллы, спокойно валял, переводил Адама Милстеда в партер, бил его там, кидал, швырял. Вот, единственное, что удушающие болевые не проводил. Ну, в принципе, это было без надобности. По ходу боя Адама Милстед еще и коленом травмировал, а после неудачного падения в втором раунде, и вовсе был вынужден прекратить бой. Уже не мог нормально двигаться и сопротивляться. Ну, пожалуй, один из самых считаемых фаворитов этого турнира оправдал все свои надежды. Чего я не могу сказать по поводу второго тяжеловеса на этом турике Энтони Гамильтона. Собственно, что по этому бою можно сказать? Энтони Гамильтон превосходил своего оппонента там буквально по всем параметрам. Рост, рич, масса. Вот, по ходу боя именно сначала смотрелся достаточно уверенно, в клинче доминировал, попадал тяжело, посек фортуну достаточно сильно справа правую бровь. Но, как бы, мозгов-то там не подвезли. Кидался, бросался. Хочу напомнить, что незадолго до непосредственного нокаута он буквально тоже в настоящей высотке Марселя накинулся и пропустил удар, так немножко споткнувшись. После этого, мне кажется, уже можно было немного включить Fight IQ и не допускать таких ошибок. Но не тут-то было. И не прошло буквально полугода, когда он улетел в нокаут, буквально в такой же ситуации. Бросился вперед, поймал навстречу. И привет. Ну, вот, как-то так. Будем делать выводы. Но ставка на 5% от банка не зашла. Следующий бой у нас был, на который именно была дана ставка, это победа Алекса Марона над Ника Прайсом. Вот, что можно сказать по этой конкретной паре. Здесь меня такое посетило дежавю прошлого турнира, Бобби Нэш и против Китайчика. Там у меня также была ставка дана на Бобби Нэша. В первом раунде он смотрелся более чем уверенно. Попадал, перебивал, отправил противника в нокдаун. Все было отлично. Вот, я уже считал деньги. Но, как бы, начался второй раунд. И здесь, собственно, что там, что тут. Инициатива была перехвачена по ходу раунда. Вот, и тот и тот боец потерпели поражение досрочно нокаутами. Как бы, Алекс Марона, в принципе, мог, наверное, как бы и закончить этот раунд. Но, вот, парочка неудачных попаданий у сетки от Ника Прайса. И, в итоге, он был вынужден посидеть маленечко на полу. Жалко, обидно. Ставка была неплохая. По ходу боя, в принципе, он показывал себя неплохо. Но, вот, получилось так, как получилось. Тоже минус 5%. Ну, и далее, последняя ставка под 5% от банка. Это победа Алексы Грасса. Я, как уже и говорил ранее в подкасте, что за 1.3 ее забирать смысла нет. Абсолютно ставка не оправдана. Риск нисколько она вообще не оправдывает. Но, вот, ставочка на то, что Алексы Грасса победит решением за 2.0, казалась мне вполне привлекательной. Собственно, по ходу боя, как бы, она смотрелась, по большому счету, неплохо. Там, где-то даже перебивала. Вот, если мы сейчас посмотрим статистику файлфайтметрики, официального поставщика, да, статистики для UFC. То, как оказывается, она и в первом раунде перебивала, и во втором раунде перебивала, и в третьем даже раунде она перебивала. Но, я как бы, хочу отметить тем, кто будет этими скринами кидаться, если что, кричать буллщит, не буллщит. У нее, да, там некое преимущество было, там, может быть, по лоу-кикам, по мидл-кикам. Но, что касается акцентированных каких-то точных попаданий в голову, то тут, конечно, Фелис Херрик ее перебила, там, в 3.15. Причем абсолютно просто, легко и изящно, как говорится. Она спокойно убирала голову с линии атаки, кидала какие-то там оверхенды, боковые, прямые, и все это залетало в 3.15. Нельзя сказать, что попадания были тяжелыми, но она набивала очки, как бы, без проблем, потом проводила по тригдауну во втором-третьем раунде, ставя, так сказать, жирную точечку. Вот, и поддержала победу решением единогласным. Хотя Алексе Грассо, там, в принципе, нужно было чуть-чуть поднажать, чтобы одержать победу. Ну, молодая, глупая, где-то не хватило мозгов, где-то не хватило душка, ну, вот, получилось так, как получилось. Как бы, за 1.3 точно ставка на нее была бессмысленная, но, вот, как оказалось, и за двушку она тоже подвела. Как-то так, тоже, минус 5%. Но, турнир получился не настолько провальным, как мог. Я, в принципе, как всегда, с турнира выделяю определенное количество вариантов для ставок, и потом с этих вариантов уже выбираю конкретные исходы для основных прогнозов. Вот, и если вы посмотрите на пресс, который я дал под 1% от банка, то, вот, как раз это, сюда вошли все те события, которые я решил не пихать в основные ставки. Как бы, ну, как оказалось, видите, зря. Ну, кто мог это все прочитать заранее. Вот, здесь была победа Анжелы Хилл за 1.2. В любом случае, я не собирался ее давать в какую-то ставку, более или менее, да, уверенную под больше процент, потому что за 1.2 это риск был неоправданным. Тем более, мы увидели сами, там, она в третьем раунде уже, когда подсдохла, там даже и такой нокдаун был. Вот, хоть и не получилось у Анжелы Хилл реализовать получившееся преимущество, но в тот момент она все равно раунд слила. Это была победа Тиши Торрес. Там, конечно, ставка напрашивалась, учетом того еще, что бэкроулингс вес не сделал, и выглядело крайне хреново на вешалке. Но все равно, там разница в габаритах была очень ощутимая, и я, как бы, не решился ставить какой-то более-менее серьезный двойник, запихал в пресс. Ну, единогласная победа решения. Вот, победа здесь была Халила Раундри. Вот, как бы, просто парень молодой, 2-2 поражения в UFC, выходить против опасного также ударника, там, по большому счету, и он мог прилечь. Но он победил, я этому рад. Победа Чеса Скелли над Крисом Грутсмэчером. Тоже Скелли достаточно уверенный был фаворит на этом турнире. Единственное, что мне было интересно именно понять. Вот, в крайнем своем поединке он показал очень хорошую форму, очень хорошую форму, причем очень удивительно хорошую. Вот, и, но при этом бой закончился очень быстро, и не получилось понять реально, насколько хорошо он провел работу над ошибками, насколько хорошо он поработал над стойкой, как хорошим будет он на дистанции в 2-3 раунда, там, будет ли он выдыхаться, например, как это было в предпоследнем бою, который он проиграл. Но, как оказалось, да, действительно, это был не просто какой-то разовый, да, перформанс. Он действительно стал более скилловым бойцом, в стойке выглядит намного лучше, удачно сочетает удары, уже не ловит все в лицо. Борьба, как всегда, на прекрасном, высоком уровне. Смог противника, который тоже в джиу-джиту что-то понимает, и перебороть, и проводить тейкдауны, контролировать, в том числе и задушил. Задушил достаточно эффектно, эффективно. Отличная ставка, будем иметь его в дальнейшем в виду. Ну, и последняя замыкающая ставка в Экспрессе, это было за 1,7 коэффициенту, что главный бой вечера не дойдет до решения. Ну, как видите, там не то, что 5 раундов, там одного раунда хватило. Денис Бермудис подтвердил абсолютно все опасения в его счет. Реально, он не смог ни в борьбу с корейчиком, не смог его ни перевести, ни в клинче как-то особо законтролировать. Да, было несколько тяжелых, каких-то удачных шельных попаданий, но, как бы, если кто-то смотрел, даже разбор от Робина Блэка, вы поймете, что это обычная стратегия для корейского зомби. Как бы, какие-то размены, он не отступает, идет вперед, да, там что-то подлавливает, вылавливает, но всегда сам ждет шанса для атаки, для того, чтобы отправить противника в нокаут, либо там сбить, поварить и задушить. Отличный перформанс, подтвердил свою легитимность в топ-10 дивизиона. Следующий турнир, скорее всего, поведет главный бой вечера уже в Корее, где получат очередного какого-нибудь оппонента, топа, либо близкого к топ-10. Ну, я думаю, что в очередной раз порадует нас победой. Вот, как-то так. Поэтому, за счет этого именно экспресса потери получилось минимизировать. Это было уже не 15%, это получилось минус 9,5. Неприятный результат, не спорю, но не так много, как могло бы быть. Я согласен, конечно же, что на этом турнире можно было достать и побольше. Очень много людей, которые сыграли намного лучше. Я в этом вообще уверен, без проблем. Но, тем не менее, там действительно были достаточно сильные подводные камни. Это и поражение Овенса с Энпрю, но, опять же, поражение Гамильтона, поражение Танаки, где по большому-то счету он и не проиграл. Там в лучшем случае для Рамоса, на самом деле, это была ничья, потому что и второй раунд, и третий раунд Рамос не выиграл. Я не знаю, каким образом судьи отдали победу во втором раунде Рикардо Рамосу, когда он не перебил японца, и при этом позволил себя контролировать гораздо дольше, чем он сам там что-то пытался делать. Ну, он абсолютно сдохший был после первого раунда, вот этот вот бразильский проспект. Поэтому, как бы, как-то так. Судейство тут, конечно, удивило в некоторых моментах. Вот, ну и тот же самый Трухилья там, если уж так закончить по, не только по платным прогнозам, но и по бесплатным рекомендациям, было две ставки на победу корейца и победу Вика. Вик устроил вообще полный декласс. Как бы в первом раунде он еще был такой, более-менее пристрелочный, там, ну, абсолютно не дал ничего Трухилья сделать даже в борьбе, при переводе там сразу был контроль головы, шеи, какая-то попытка, опасность удушающего приема, такая сомнительная, да, подъем в стойку. И во втором, третьем раунде он уже конкретно понял, что падание от оппонента можно ожидать, перестреливал уверенно в стойке, там, провел тейкдаун, две попытки сабмишина, в третьем раунде там вообще задушил, как бы в 3.15 до майя парня. Трухилья реально мешок, как бы здесь других вариантов быть не может. Как бы сочувствую тем, кто реально как-то рассматривал его, какие-то там возможности в этом дивизионе, или конкретно против Джеймса Вика. Вот. Хотя бы меня радует, что дал какой-то результат по бесплатной рекомендациям, потому что в прошлом месяце этот фактор был немножко отстающим. Ну и так по ставкам вроде закончили. Хотел бы немножко поговорить о дополнительной такой теме, которую не так давно начал на сплите раскручивать. Но это ставки в режиме live. Как всем известно, я уже отдельно для сплита с января месяца запустил в сервер на TeamSpeak. Вот. Голосовой чат, можете найти такую тему в обсуждениях на сплите. Ну так, вкратце, например, запустил в январе, на первый турик января на BGP на TeamSpeak во время трансляции зашел только один. Ваня Морозов. Мы с ним вдвоем сидели, смотрели, общались там, пытались лайвить, да. На следующий турнир уже к нам подсоединился Мадоннов, к нам, Александр, к нам подсоединился Аслан Блесит. Мы там сидели, обсуждали, смотрели, достаточно весело общались. И тут получилось у нас продолжение на Ахмате. Сидели, лайвили со Стасяном, еще очередной гость старый, так знакомый, подскочил. По лайву, собственно, на Ахмат вот такие были сделаны ставки. Это победа Германа Барсияна за 1,8. Ну, судьи, конечно, на Ахмате молодцы. Подбулщитнули Ару. Проиграл. Не проиграл, вернее, было типа ничья, но там ничего и не пахло. Вот. И в очень близком поединке на следующий бой Ирлана Улубекова и Магомеда Закариева. Закариева поставил полпроцента от банка на ничью с коэффициентом 61 на шару. Ну, а такие серьезные попадания были. Это победа Саламу Закарова в третьем раунде. Забирал его за 2,8 под 2,5% от банка. Вот. Кидал просто в догонку, там, что было на счету, чтобы догнаться выше тысячи на Алихана Вахаева за 1,07, когда в третьем раунде он уже просто лег на своего оппонента. Вот. Меньше полутора брал на бой Дмитрия Ермолаева и Ахмеда Шерваниева также по 2,5% от банка. Ну, и уже были там остатки, просто там какие-то мелочи. Я просто кинуть решил на главный бой вечера на победу Даниэла Вирджиниу. Неплохо он смотрелся. Просто, что более-менее как-то интересно было смотреть бой. То есть, и вот по итогам Ахмата получилось плюсом в банку что-то порядка там 4,5-5%. Вот. Ну, и пытались лавить на UFC. Там, в принципе, почти все фавориты побеждали, поэтому лавить не получалось что-то грамотное выдернуть. Коэффициенты были неинтересные абсолютно. Единственное, что вот на бою Рамоса и Мичинори Танаки опять же кинул полпроцента на ничью. Очень вероятный был исход, как мне казалось. Но судьи там увидели почему-то единогласную какую-то победу Лукаса Рамоса, что вообще меня до сих пор вызывает какие-то там сомнительные чувства. Это реально такой бред. Я вообще хрен его знает, как так можно было насчитать. Ну, и конкретно порадовал Волкана из Демир в первом раунде забирал за 3,05 также по 2,5% от банка ставка зашла. Так что, ребят, вот еще хотелось бы добавить, что конкретно на этот UFC уже нас сидело в TeamSpeak максимально пиковое количество было 9 человек. При этом некоторые ребята по ходу турнира заходили, уходили. То есть, если суммарно посчитать, то в течение вечера заходил, то там порядка 10-15 человек было у нас. Как-то так. Если хотите лавить, если вы смотрите турики в одиночестве, сидите дома в интернет-трансляции, в телевизоре, подключайтесь, сидим, весело общаемся в непринужденной обстановке, без мамоебства, без вот этого всякого разного. Если вы не можете говорить, у вас ломался микрофон, тем не менее, вы хотите быть в теме. Ну, не вопрос, заходите, сидите молча, слушайте, пользуйтесь рекомендациями, если у вас такое желание. Ну, и в любом случае лайф это достаточно хорошее по споре с ставкам. То есть, конкретно у меня получился, опять же, повторюсь, по прематч прогнозам 9,5% минус, но вот за счет Ахмата, за счет UFC я этот минус как бы и отбил. То есть, я на этих турнирах за этот уикенд абсолютно ничего не потерял. Именно по деньгам. Понятное дело, что лайф рекомендации я ни в какие статистики или куда-то еще занесить не буду. Это не честно. Я людям хочу предоставлять прематч прогнозы, чтобы они заранее могли поставить, там, не переживая, там, за что-то, что им надо проснуться, делать какие-то ставки, там, по ходу боя рисковать. Кто-то хочет поставить и спать лечь и с утра посмотреть, что там получилось по результатам. Но если вдруг вы хотите во время трансляции, так сказать, свой банк подкрепить, увеличить, заходите, будем рады. Вот, от вас адекватность, хорошее настроение, и все будет отлично, все будет прекрасно. Вот, как-то так. Больше мне особо добавить нечего. У нас ближайшие турниры ожидаются в этом же месяце еще вот конкретно по UFC 2. Турика, это UFC 208, где также есть очень много хороших коэффициентов, очень много хороших событий. Вот, есть, далее у нас турнир Льюис против Брауна 19 февраля. Вот, помимо этого у нас Беллатор с Федей Емельяненко и куча других турниров. Вот, доволен ли я результатом по прошедшему? Нет, конечно, не доволен. Минус есть минус, как бы неприятно. Другое дело, что, в принципе, достаточно много других событий я угадал, и победителей, и какие-то доп. исходы. Вот, по сути, уперлось все опять в неправильный выбор именно вариантов для основных ставок. Буду над этим работать, улучшать, ну и, конечно, мягко говоря, мне не повезло. Там, в некоторых моментах и Алекса Грасса могла чуть-чуть доработать, и это не Хамильтон мог не кидаться так по-ебаному, ну и Марона мог показать, мог не улететь нокаут, скажем так, во втором. Собственно, вот, спасибо за внимание, вот, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях везде, где вы увидите это видео. Также хотел бы отметить, что вот ВК, конечно, очень много теряется под шквалом информации, поэтому, если вы прям по подкастам, по отчетности хотите пообщаться, то, вот, кстати, комментарии на YouTube достаточно такое интересное место для этого. Вот, там пока не так много людей, которые что-то пишут, вот, но, как бы, ничего не проходит мимо меня, потому что уведомления по комментариям в Google мне приходят прям конкретно отдельно оповещением, вот здесь, как вы видите, в правом верхнем углу, вот, поэтому я здесь ничего не пропускаю, не могу физически пропустить, если есть желание что-то конкретно донести до меня, вот, у вас есть хорошее место для этого. Ждите анонса в сообщении по следующим турнирам, опять же, конечно же, будут даны бесплатные рекомендации на все турики, надеюсь, что они будут такие же хорошие, а то и лучше, и вообще у нас у всех все будет прекрасно. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...